Маленький мальчик осторожно забрался в бельевую корзину и подтянул плетеную крышку. Теперь его точно никто не найдет. Не нужно будет краснеть перед гостями и другими детьми, которые смеялись над его неповоротливостью. Этот толстый, неуклюжий ребенок был никто иной, как будущий великий поэт Александр Пушкин. Таким его забрала к себе на воспитание его бабушка Мария Алексеевна. Все знают, какую роль в жизни поэта сыграла его няня Арина Родионовна, а вот о его родной бабушке по матери почему-то известно немногим. А ведь это была удивительная женщина, хранительница родовой памяти, ведь происходила она из старинного русского рода. Выросшая в патриархальной семье, она хорошо знала и любила русскую старину и в своей памяти хранила огромное количество старинных сказок и преданий. Маленький Саша успокаивался и засыпал только под ее бесконечные рассказы о предках, о народе русском, о его былинах сказаниях, сказках. Кстати, и саму Арину Родионовну приставила к воспитанию внуков тоже Мария Алексеевна. Она не только выучила будущего поэта родному языку, до пяти лет он ни слова не знал по-русски, но и пробудила в своем внуке талант сочинителя. Мария и Арина, именно эти две удивительные женщины, направили пытливый ум своего воспитанника таким образом, что он стал одним из первых исследователей ведических корней русских сказок. Исследователем настолько глубоким, что известный филолог и фольклорист Светлана Жарникова, всю свою жизнь посвятившая изучению ведических сказок русского севера, выскажется более чем однозначно. Александр Сергеевич Пушкин в 20 лет написал Руслана и Людмилу, которые архаичнее рамаяны в некоторых своих проявлениях и абсолютно идентичны в своем содержании. Вот об истоках ведических знаний поэта и о том, какие глубины скрываются практически за всеми персонажами его сказок, мы и поговорим в этом ролике. Вы на оригинальном канале «Осознание». Как вы знаете, наши старые ютуб-каналы были взломаны и в настоящий момент к ним нет доступа. Просим вас максимально распространить этот ролик, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы оставаться всегда с нами. Приятного просмотра! Пушкина по праву считают одним из создателей русского литературного языка, великим поэтом, но масштабы его личности гораздо шире. Полиглот, гениальный шифровальщик и дешифровщик, экономист, социолог, эзотерик, таланты которого высоко ценил сам великий Гёте, который незадолго до своего ухода велел передать Пушкину свое перо. Настолько его поразило проникновение поэта в тайны мироздания, и Пушкин до конца дней бережно хранил этот дар в Софьяновом футляре. Несмотря на то, что о Пушкине и его творчестве написаны тысячи научных трудов, с каждым годом появляются все новые тайны и загадки, связанные с его именем. Но больше всего поражают удивительные ведические знания поэта. Откуда такое глубокое понимание? Конечно, большинство склоняется к тому, что очень многое Пушкин почерпнул из рассказов своей няни. Роль Арины Родионовны трудно переоценить. Это одна из самых загадочных фигур из ближнего круга поэта. Бабушка Пушкина привезла ее из своего имения в Кубрино, а родилась Арина в северно-русском селе Суйда. Мало кто догадывается, насколько непростой была эта женщина. Ее часто изображают неграмотной крестьянкой, но сам Пушкин утверждал, что если его будут помнить потомки, то рядом с ним в их памяти должна быть и Арина Родионовна. По сути, именно эта хранительница ведических знаний еще с детских лет подключила будущего гения к сакральной информации. Известно, что Пушкин получил блестящее светское образование и знал не менее пяти языков, по другим данным семь, но он получил и практически тайное духовное образование. Несмотря на то, что ведические истоки многих пушкинских сказок действительно нужно искать в сохранившихся на русском севере сказочных сюжетах, записанных Пушкиным со слов Арины Родионовны, это был не единственный источник информации, и вскоре мы в этом убедимся. Почти все исследователи обращают внимание на то, что в сказках Пушкина постоянно присутствуют числа 3, 33, 39, 27, а ведь это все сакральные и священные числа славянской ведической культуры. Когда Пушкин отправился в ссылку в Михайловское, с ним поехала Арина Родионовна, именно там были записаны основные сказочные сюжеты. Четыре записи из семи поэт использовал сам для трех сказок в стихах и пролога у Лукоморья. Одна им отдана Жуковскому, который написал на ее основе сказку о царе Берендее. При этом сказки Пушкина многослойные, в них зашифровано огромное количество информации, вот только несколько слоев. Ведические знания. Памятью о ведических временах буквально пронизаны почти все пушкинские сказки и некоторые поэмы. Дивное Лукоморье, остров Буян, Дуб Зеленый, Царевна Лебедь, Спящая Царевна, Волшебник Черномор и многие другие персонажи – это все ведические образы, причем идущие из индийских и славянских вед и даже затрагивающие древние гиперборейские пласты. Мировое древо. Дуб на острове – прообраз мирового древа, структурная основа вселенной и связанные с этим местом персонажи. Младенец, растущий не по дням, а по часам. Князь Гведон – удивительный образ царевича-богатыря. Тут исследователи видят отсылку в том числе Говинде, защитник коров, одному из имен Кришны, хотя есть и другие версии. Кришна, Говинда, как и сказочный Гведон, основал город на острове и женился на волшебнице-царевне. А помните необычную силу младенца Гведона, который рос не по дням, а по часам, а потом вышиб дно бочки? Кришна в грудном возрасте толчком ноги развалил огромную телегу. Царевна-лебедь. Еще один древний ведический образ – царевна-лебедь. Лебединая дева – один из священных образов Гипербории. Отсюда родом был и солнечный бог Аполлона, его мать Лето и сестра Артемида. Отсылка идет одновременно и к древней лебедее. Спящая царевна. Спящая царевна – это прямая отсылка к древней ведической богине Зари-Ухшас, которая проводит ночь в твердыне на горе. Отсюда и обращение Елисея к ветру, солнцу, месяцу. Они-то должны знать, где находятся их сестры. Волшебная рыба. Сказка о золотой рыбке. Опять же, ведический сюжет. Он подробно прописан в индийских Пуранах, в которых рассказывается о рыбке, обладавшей всемогуществом бога. Божество явилось некому царю в образе золотой рыбки Матсю, чтобы наградить его за достойные деяния. Царь сначала не догадывался, кто скрывается под личиной рыбки, но вскоре она выросла до гигантских размеров. Интересно, что есть еще и один сюжет о рыбе, исполняющий желание – сказка о Емеле. Тут речь идет о щуке, но щука напрямую связана со славянским богом Родом, так что пересечение получается совершенно явное. Остров Буян. Пример многослойности информации – сказка о царе Салтане. Известный исследователь Всеволод Меркулов считает, что она имеет северно-русские корни. На море Океане на острове Буяне – так начинаются многие старинные русские заговоры. У Пушкина в сказке тоже есть этот остров, но где он находится? Некоторые исследователи помещают его на остров Руян или Рюген в Древней Арконе, полагая, что 33 морских витязя – это отсылка к образу 300 воинов-хранителей острова, но это лишь один из внешних слоев. Другие исследователи считают, что этот остров надо действительно искать на севере и опираются на сведения древних индусов об острове Света Швета-Двипа, омываемом молочным океаном, на легенды кельтов об островах Блаженных на севере, а также на карту Меркатора, где изображен несуществующий ныне северный архипелаг. Обратите внимание, в центре тут находится остров. Заметим также, что в поэме «Руслан и Людмила» прекрасную Людмилу уносит злой волшебник Черномор, о котором известно, что он полночных облатателей гор. Полночных – значит северных. Но опять же, обратите внимание, в индусской версии ведического пантеона есть хранитель северной стороны – это бог Кубера, одноглазый, длинномородый карлик. И это явно не случайное совпадение. А гигантская голова, которая помогает Руслану, в точности повторяет образ ведического великана Кумбаха Карны. Наконец, сам сюжет похищения Людмилы один в один повторяет похищение прекрасной ситы в Рамаяне. И таких персонажей множество. Напомним, что в ведическую мудрость, а в древнюю Индию принесли некие белые риши – учители, пришедшие с севера. Почему об этом не рассказывают в школе? Напишите в комментарии. Скандинавские саги. Некоторые сказочные персонажи Пушкина отсылают нас к древним исландским сагам. Так его золотой петушок сигнализирует об опасности точно так же, как и мифический древнескандинавский петух Гулин Кабли. Да и сказочная белочка, грызущая золотые орешки, напоминает белку рототоск или грызозуб, скачущую по ветвям мирового древа и переносящую вести из мира богов в мир людей. Образ великанов и гигантской головы тоже встречается в сагах. И заметьте, древнескандинавский бог Один после того, как получил посвящение на девять дней, сам приковав себя копьем к огромному древу, тоже, как и Руслан, получает чудесный меч, кованный гномами. И в этом нет ничего удивительного, ведь скандинавские саги – это еще одна северная ветвь изначальных ведических знаний. Образ волхвов. Но слушай, в родине моей среди пустынных рыбарей наука дивная таится. Среди пустынных рыбарей это явно на севере, скорее всего, нынешний архангельский край. Но о какой древней науке говорит Пушкин? Не о той ли, что и у одного из героев поэма Руслана Людмила его зовут Финн? Это не указание национальности. В знаменитом словаре Даля написано, что так называли северных худесников волхвов. Мало кто знает, что Пушкин в своих стихах открыто рассказывает о некой заветной тетради, подаренной ему волхвом. Гуляя по дорожкам царскосельского парка, 13-летний поэт встретил старца волхва. С очами быстрыми, зерцалом мыслизыбкой, с устами сжатыми, наморщенной улыбкой. От него юный Пушкин получил некую софьянную тетрадь с потаенными знаниями. Эту тайную тетрадь, полученную от старца, юный Пушкин надежно спрятал и доставал только по ночам, когда все уже спали. Причем эти тайные знания были настолько важны для поэта, что ради них он даже забывал известные творения, прозу и стихи. Но ими, огражденную, ты должен это знать. Я спрятал потаенно софьянную тетрадь, сей свиток драгоценный, веками сбереженный. Городок К, 1815 год. Конечно, все это лишь малая часть знаний, зашифрованных в текстах Пушкина, чего стоит один только образ говорящего ученого кота, что ходит по цепи кругом. Он настолько многогранный, что по некоторым параметрам согласуется даже с рядом постулатов квантовой физики. Но это уже отдельная тема. Наши предки оставили нам в наследство великий язык и коды, по которым можно восстановить древние знания, которые и сегодня живут в нашей генной памяти. Пушкинские сказки – это неиссякаемый источник такой информации, ведь чем глубже, копают колодец, тем больше в нем пребывает воды. Если вам интересна эта тема, напишите в комментарии. Мы сделаем продолжение. Мы живем в эпоху перемены, как бы мы не ностальгировали по прошлому, мир уже никогда не будет таким, как раньше. Именно в это время многие залипают на бесконечном отслеживании новостей, но это не приносит пользы, ведь вы не можете поменять ситуацию глобально, но при этом ваше внимание оттягивается от насущных задач, которые не выполнит никто, кроме